Если бы он плотно встал к этой машине У него здесь пассажирская У этого пассажирская Встань плотно, войдет машина сюда А теперь все, два места занял И ушел Я думал, он в магазин уйдет Ни хрена не в магазин, он в дом ушел Больно будет Я привзяла Платье 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 Что такое? А, нет, ничего Ты что, снимать будешь? Нет, конечно Там картошка тебе Жареная Мне? Да, а маме в кастрюле А, спасибо, я тогда с тобой возьму Почему ты здесь-то не ешь? Почему ты здесь-то не ешь? Ты все время с собой Вот сейчас-час-то поешь Нет, сейчас укол Ну, после укола поешь А то вдруг ли плохо станет, вырвется А есть просто бумажка вам какая-нибудь? Немашку тогда будет Зачем? Ампулы-то? Какие-то Таблетки А, таблетки Бумажки-то? Ну, не знаю А заверни вон в туалетную бумагу Да еще А, вот Салфетка Да, или салфетку Таблетки 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 Нет Что нет? Таблетки 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 Поставим Ставим эти уколы И все Ну, забудь А, блин, точно Сейчас закончу Тут по этому Паку отходу, да? Спасибо, мамочка Спасибо, мамочка Малыш, нам пора идти к дочке День набрать День набрать Ой, все Я замерлечилась Я заболела За чесалок Стой, оставь Нет Сам стой, оставь Стой, оставь Ну, и так Я не буду Не лежа, мамочка Ну, как папу Уколы ставить? Вот, отлично Я даже ничего не поняла Ты мазал, пока уже А вот так и надо делать Не давать опомниться Ну, да Еще глазки Вот этот самый момент Когда человек мажет А потом вот эта пауза Она самая такая противная Приготовились Да, да, да И уже весь напряженный Как этот Витцин-Моргунов И не кует Чего, Даш? Да я и тебе А что, одну картошку, что ли? Да я приготовлю потом Дома еще У меня продукты Это сейчас только перекусить А это что? Вот как отличить Постоянников И Кто попало Вот мы все стоим По линеечке Все здесь Ну и Кто попало Всяко-разно Подъезжают Передом Задом Как хотят А мы все По линеечке Сегодня здесь пусто Наркоманское место Пусто Посмотрим, что будет Обычно здесь Две Вольвы стояло Летом Сейчас нету Эти два стабильных Здесь Яндекс.Маркет И вот этот Фиатик Есть постоянные клиенты Этот, видимо, уехал На родину Но кто-то ходит Проверяет газель иногда Раздербанил или нет Это газель Тоже здесь частенько Туда-сюда гоняет А то здесь стоит А там Это Камри наша Соседская с дома В полшестого утра В шесть утра Жену возит На остановку Туда там Вообще этот Служебный автобус забирает Это его сын Он То ли квартиру Здесь снял Или Не знаю Две квартиры У него одну Ему Пока временно пожить Он занимается Перегоном Вот у меня Машина тут стоит Вот Это Гранта С нашего дома С нашего дома Семья ходит Втроем обычно Это Тоже с нашего дома Паренек У которого Семеру угнали Жена ездит Одновременно Это я не знаю Что за машина Таксисты уже Поставили Не знаю Кто они Пара Или муж Жену Или кто Но Это две Таксистские машины То есть Это Девушка Которая В пять утра Уезжает Работает Этот паренек Они две Одинаковые машины С этой стороны Не знаю Кто это ставит Здесь Как правило Неизвестно Кто ставит Снег пошел Что ли Не могу понять Ладно После завтра У меня придут Таблички Надо мне Короче Одну табличку Вот сюда Прибить К дереву Другую табличку Желательно Куда-нибудь Сюда Хочу прибить Ну и Три здесь Здесь у меня Табличка есть Здесь у меня Есть И там Будет пять Табличек То есть Чему Почему Можно было Одну поставить Ставить Табличку Как бы Но я скажу так Чем больше Табличек Набиваешь То Когда ты Идешь по стоянке Ты Внутренне Чувствуешь Что здесь Что-то Что-то Есть Потому что Ну Много Всяких И Информационных Штук Стоит Как бы Я думаю Что все равно Обращаешь Внимание Что стоянка Не без Присмотра Как бы Такое Когда вот Их не было Да ну Стоянка И стоянка Во дворе Хер знает Что за стоянка Кстати Брошенная машина Это брошенная Это видимо Подснежник Стоит Вот Блин Снег Выпадет Воздуходойку Мне еще Ни фига Не сделали Вот А Сейчас снег Пойдет У меня Блин Пятка болит Очистить надо Иначе Блин Запустить Потом придется Реагентами Все обсыпать Ждать Когда растает И потом Счищать Вот можно Столкнуться С проблемой В каршеринге Значит Заезжает Каршеринг Вот он Значит Нашел место Все Пытается Заехать Как бы Ладно Да Встал Хрен с ним Оценивает Обстановку Входит Не входит Машина Вроде Входит То есть Он Сейчас что Сейчас в телефоне В приложении Видимо Пытается Закрыть Аренду Вот он Заехал Стоит Время 12 минут Стоит Уже Вот Ничего У него Не получается И в итоге Значит Он Выезжает Не получилось У него Здесь Завершить Аренду Выезжает Смотрим Следующий Файл Что он Сейчас будет Делать Уехал Пытается Где-то Во дворе Воткнуться Там у него Это тоже Не получается Сейчас мы Найдем Где он Возвращается Ну Он Стоит Здесь Ничего Не Получается Опять Пытается Заехать На стоянку А сам В телефоне Сидит И Ждет Когда У него Там Активируется Чтобы Чтобы Можно Было Завершить Аренду А приложение Ему Ни хера Не дает Он Подстоял Следующий Файл Он Стоит То есть Он Пытался Заехать Сюда Ничего Не Получилось Выезжает Живет То Он Здесь Далеко Треки Ему Не Охота Снова Пытается Заехать Сюда Так Тут Тоже Ничего Не Получается Плюет И поехал Нахер В другое Место Где Можно Завершить Аренду Вот скажите Нахрен Такой Коршеринг Нужен Коррент Поп Охе Девшки Џ Вновь Нахрен Охе Ще Нах wz Вновь Может Нах Нахрен Потому сегодня у нас заваливает температура плюсовая пока плюс 2 уже снежком дорожку запорошила на минусы сегодня не будет завтра не будет поэтому все фигня блять вот как вот так можно сука машину постоять просто бездельно вот здесь почистил люди расходятся по дорожке стоянку почистил здесь подкидал нас и гимнастики но здесь почистил дорожку что люди ходили провалили корона вообще вся провалится и будет хана снегом засыпет а весной здесь будет просто огромная вода и куча льда от этого колодца делали пробой канализации я постоянно там колодец тоже и постоянно чистят машина орет целый день сегодня у меня тужурка промокла потом снег с дождем идет очистил сейчас печка вот это должна по идее за час за полтора высушить ее на нее поток сейчас идет горячий смотрим сходил почистил еще раз стоянку обмел временную машину потому что если она куда-то поедет она будет снег сметать с машины и будет получится вокруг такого остров из снега поэтому лучше сам смел и вычистил этот снег и вот дорожку обновил и народ идет ровно по дорожке приятно ровно по дорожке женщина с как пойдет да это уже по дорожке надо провести эксперимент и сделать эту дорожку нет не пошла по дорожке сделать я вот так восьмеркой интересно чем будет поэкспериментировать александр ты считаешь вот это нормально все так чистят я понимаю если чужой человек который вообще тут ни разу не был но эта машина ставится здесь постоянно 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 видит что здесь чистится снег немножко убрал эту лужу это вообще было не пройти она по самым вот это было сюда вылился опять копится конечно сейчас я бы пройти можно то она вообще от была до сюда лучше вода стояла соседи тут у меня спрашивают что это за кол тут такой стоит я говорю да я говорю на стоянке говорю поймал одного который пытался машины вскрывать засунул ему в задницу вот и сдал полиции сейчас полиция экспертиза должна прийти днк взять с кончика что действительно он и будет доказательная база все сходил вычистил у машины снег так прилично было наверно лопаты 4 полные были вот здесь вон сосед счищает снег вообще никаких вопросов нет если эта стоянка не чистится и я бы также стоял бы и счищал я здесь просто пять мест чищу чтобы одно мне хотя бы досталось может быть вот ну и все кто здесь постоянно ставят еще наши сплатные стоянки они все в курсе как бы ну что здесь чистится и как бы не надо здесь мусорить там снег счищать а к этим вообще вопросов нет которые здесь стоят пожалуйста счищайте вот таксисты пара едва два фольксвагена сегодня в 5 утра уехали на смену вот вернулись где-то в 12 видимо сейчас больше нельзя работать отдыхают две машины близнецы то ли муж женой то ли просто пара вот я сам почистил соседки машину ну потому что все равно с ним чищу и поэтому как бы расчистил с машины и потом убрал из вопросов нет с этим проблем вообще никаких нету ольга привет засада конечно на стоянке но есть шанс вот эта машина здесь человек сидит в машине возможно он уедет наконец-то приехали заброшенкой может уедет но это таки стоит продолжает здесь подснежник вчера не смогли и завести выталкивают руками двух силе потаще что-ли из толкача а потом придет хозяин скажет а где машина моя у меня вот есть такой вопрос значит кто вообще знает как каршеринг работает какие там свои заморочки ну вот приехал каршеринг да и спокойно завершил аренду а вчера как мы помним да здесь один катался и не мог никак завершить аренду вот потому что вот здесь стояла каршеринг стоял один такой вопрос если допустим ну как бы стоянка у них как сделаны эти точки где они могут завершить аренду то есть если например здесь две машины уже стоит то он может завершить аренду в этом же месте или например если одна машина здесь стоит то автоматически это место исключается для выхода как бы с аренды то есть если допустим стоит машина одна здесь стоит или площадке то вторая машина уже не может завершить здесь аренду у них есть такое же от этого вот заметил что одна машина стоит вторая не может завершить начинается утро солнце уже ответ на работу у нас ноль немножко чуть плюс но на земле минус точно думал вычистить вот этот ну вот этот кусок стоянки не в плане то что снег там убрать или лед а там просто мусор уже накопилось там вон какая-то это не знаю рыжая он грязь притащили ну и там разные окурки бутылки всякую хрень хотел вычистить как бы потому что обещают минуса надолго у меня-то там все я чистил там все чисто ни окурочка ничего нету вот но пока не могу это сделать потому что все примерзло конкретно и вот я хорошо что я вчера убрал из-под шкоды снег так как вон у газели снег так и не растаял куски и сейчас он примерз его хрену долбишь вот ладно начинаем готовить сначала надо сделать салат морковь сыром чесноком и заделываю плов половину половина морковка под плов в большой кистрюле сделаю сейчас приправы полно для плова именно для плова так что гуляй рванина отрубляй выше откуда тут грязь взялась там короче сейчас проблема с банкоматом и с банкоматом вот с этим с водоматом раньше вода стоила из магазине 4 рубля за литр вот народ привык покупать 4 рубля за литр приходят на цену не смотрят вот он пришел человек с 5 литровой бутылкой да например и значит сколько там 20 рублей все 20 рублей кидает туда банкома но водомат понимает что от него хотят 10 литров воды так как 2 рубля за литр сейчас а человек пришел с одной бутылкой с 5 литровой он наливает эту 5 литровую бутылку убирает ее то ли там кнопки стоп нет то ли чего но вода продолжает литься и в итоге это вода выливается да не знаю видно нет он прямо лужа вся наружу что будет зимой в мороз я думаю что здесь просто будет катушка и он собачка сидит ждет хозяина магазин приехал воронье пристрастилась короче машины долбить залазит вот на щетки на эти все и начинается долбежка собака отпугивает очень много мусора много они его раздербанивают по всей площади это ворон и так понял собакой хотела поиграть сейчас первое блюдо готово сыр чеснок морковь майонез соль заготовочку рис морковь вот максимум что они убирают это вот около тротуарная зона все никто на стоянку сюда не заходит заходить никогда не будет вот они пошли мешки вот так вот сейчас соберут по всей вот этой вот и все сюда никто уже не поет ничего собирать достигли военного паритета и заключили важные договоры об ограничении гонки так что здесь только все в наших руках заложил зирвак мясо обжарилось плохо немножко подошел сейчас залива куканом в лесном и не прийти минут двадцать томится на медленном огне сейчас закипит потом высыплю приправу вот эту и рис все это валифана вроде продали въехал команда нарисовались на всем готов они очень сильно заботились вот одну проблему частично озвучил андрей францевич вечером придя с эфира идет база тем что сказал так она проедет по этому колодцу на моем месте вчера стоял вот видим да прямо по нему для конечно он проваливается значимых политических сил таких как гадаю и гадаю никак не могу понять что это такое двухместная коляска непонятно что это бля да ё-моё что это такое подскажите кто-нибудь смотрите какая тема они набрали здесь воду и теперь наклеивают наклейки на бутылку на бутылке внутри пустые бутылки наклеивают наклейки вот он их целый рулон вот блять бизнесмены а они сейчас наклеят нальют воду и выставят на продажу в магазин или по 2 рубля то блять за литр а там у них просто взять коляска или тележка блять из бутылки с водой нормальный бизнес по 2 рубля 5 литров это сколько получается 10 рублей бутылка в магазине выставят по 30 рублей за бутылку красавчики охотник идет и он он им тоже слова не скажет нет мимо прошел охренеть ну и сколько у них там бутылок красавчики странно выглядит 4 действительно пожар разгорается и он как будто москвич 41 жопа иллюзии за то что стойки должны быть черные даже его ближайшие союзники будут вынуждены каким-то спойлера нету задние вот если участковым врачам начали выдавать хотя бы такие машины то я только рад то они бедные блин пешкодралом ходят с этими чемоданами со всеми ужасно вот когда что она стоит для государства она стоит копейки вообще-то машина каждому участковому врачу по такой машине и все вообще классно будет к нам в этом часе а на связи с нашей студии дмитрий витальевич тренинг ведущий научный сотрудник правильно блин какого хера по тротуарам разъездились блять один грузовик ее пытался столкнуть нахрен с тротуара сейчас другой блин хренели блин совсем все я понял кто это короче вот эта вот машина подснежник да он сейчас снег сметает и газель это один водитель говорит короче а это видимо или родственники или кто присматривает за машиной в общем вот он сейчас пришел сметет здесь там завел газель видимо аккумулятор заряжает в общем либо присматривает либо это сам уже водитель приехал с родины в общем вот этот подснежник и газель это один владелец а это вот похоже черкан же по-моему да это тот который камри к 5 леон сейчас у нее черкан сегодня приехал заказал себе такие сапоги не знаю с чем их сравнить можно с моей рукой например не знаю с посудой блядь все его ашка 52 размер ну тут понятно минус 55 это значит для меня минус 15 минус 20 мин кровообращения вот значит одевать конечно проблема целая здесь вот такой сапог внутри а там внутри короче 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 не видно ни хера то есть ничего просто без вот этого сапога невозможно так носить то есть если я допустим одеваю его так то есть вообще одевается здорово здорово в принципе если стель куда положить то на короткое время там минус 10 минус 5 там можно ходить но больно больно потому что сетка вот это конечно без вот этого сапога одеваются они хорошо то есть в принципе входит легко но впритык здесь эта херня залезла внутрь конечно как всегда как всегда обратно ее не вытащить по моему да но ее не вытащить уже обратно и хер с ним в принципе нормально то есть носок не давит ширина не давит второй сапог одеть уже чувствуется тепло уже стало но ивашки да конечно полез уходить в них хреново потому что им первый сучок и они порвутся я заказал еще резиновые на лето на осень на весну надо короче пробовать это раз и второе значит надо в машине попробовать смогу ли я ехать в машине в них они конечно покомфортнее чем те мои бутсы в которых я все эти зимы ходил на велесопеде ездил вот эти здесь стоят они тяжелее в два раза вот здесь резина и они размером поменьше 48 написано на них на эти 52 но я думаю что здесь скорее всего 50 или даже 49 50 наверное да 50 и между 50 49 и 50 примерно так резиновые сапоги должны прийти конкретные 53 широкие что у меня нога просто проваливалась туда ладно оденем сейчас второй похожу по квартире все дел в принципе ну скажу так никакого там зазора прослойки воздуха нету то есть плотненько они сидят маломерки да 52 маломерки но по крайней мере в голяшке свободно то есть здесь я могу еще руку вот так засунуть туго да но свободно ходить удобно и даже моя больная нога не так хромает у меня тут стельки еще были не помню где я их вытаскал куда их положил задевал эти стельки две штуки нету надо искать даже сумму что ли слушай мне уже жарко в них капец как стельки найду как типа без этих чтобы одевать можно было ну уже слушай уже жарко мне в них конкретно больше бы на один размер конь 53 54 вообще была бы красота ну как говорится больше не бывает все 52 самый большой 3000 отдал а резиновые вот такие это 48 по моему они мне полностью мало только босиком благодаря резине я их одеваю 47 очень сильно жмут заказал именно 52 чтобы нога спокойно залазила в дождливую погоду чтобы не гнобить не гробить ногам жарко блин капец сегодня минуса обещают уже вечером и больше плюсов не будет ну вот стельки я нашел маленькие конечно но хоть что то написано 50 ну 30 сантиметров нет 50 это 33 сантиметра а тут 30 сантиметров блин больше не бывает это дел без чулок засунул туда короче эти стельки так гораздо лучше сейчас там нога может слать болтается что по бокам болтается что вверх болтается соответственно они как бы не должны мерзнуть надо будет проверить в минус 10 без этих сапогов походить по стоянке ну да вот только блин болит конечно не находишься особо на стельке хотя бы убирает этот сетку эту и одевать хорошо быстро не надо ни штаны складывать там ничего только раз быстренько ногу засунул и все ладно поживем увидим вот нашел на озоне 52 размер последний забрал две штуки главное что мне это именно 34 сантиметра вот длина стельки 34 сантиметра то есть само то плотно займет 6 миллиметров толщина шестерка ну 6 миллиметров вот в общем посмотрим тут даже где то есть были фотографии вот рулетка то есть действительно 33 с половиной сантиметра нормально последние две пары забрал больше их нету в наличии все видишь все перечеркнуто сегодня к этому зашел к китайцу а у него 48-й маломерка самые большие стельки и все сегодня все наши машины помыли первая Ольга помыла потом Рима съездила недавно помыла а Рома сейчас уехал видимо тоже на мойку остаюсь я один грязный я после 12 ночи поеду так ну все я поехал время без десяти 12 ночи заправился на больше нефти на полторы тысячи полный бак сейчас показывает практически сейчас поеду газом заправлюсь тоже под заявку потом на мойку а то лючок замерзнет не заправиться ничего не смогу газ подорожал 25.90 уже стал получается на полтора рубля было 24.40 я смотрел видео в Краснодаре там что-то вообще чуть ли 30 рублей так что везде он подорожал так ну все заправился 85 литров пошло 4 лампочки пускай бачок примерзает ну в смысле это крышка горловины не горловины блять этот как он лючок бензобака короче пускай примерзает едем на мойку время 12.13 скидка уже пошла так ну все я на мойке 12.30 помоемся тормоза просушен и домой в койку все сделано бензин заправлен полный бак газ полный баллон солярки 23 литра примерно для автономки то есть тоже полный бак можно спокойно замерзаться так ну сегодня мать помощник мне сегодня хорошо помог я поставил табличку сюда на въезд здесь она будет лучше чем на будке так такая вот пойдем там на входе тонн 30 точно блять нагружено 35 нога болит вот с этой стороны то есть тут тоже бывает заходит вот 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 такая вот табличка она светится что ли да по-моему ну что-то вот одни мастер мне сегодня помог вообще молодец все практически сделал я только держал здесь таблички сделали здесь и там три таблички и там табличка еще которая на входе вот вот тут стояла а тут нет убрали вот кола как раз стоит она тут не надо еще надо в магазин зайти купить сыру морковки ну и вот это табличка табличка здесь тоже на входе вот дима видишь висит вот то есть с обоих сторон все прикрыто магазин Дима магазин что-то сегодня просто какой-то рассадник газелей на стоянке пять пять штук пять штук какая-то мутная машина приехала встала здесь багажник открыл пришлось включить инфракрасный прожектор на него обычный прожектор газели подошел с этой стороны сейчас багажник открыл это не наша ни хрена я думал это Skoda подъехала нет вот у меня нет телефона хозяина этой газели что-то он там делает блять двадцать один сорок пять и поехал без фар блять что он там делал блять может быть поссал или посрал блять пришлось режимом инфракрасным пользоваться вырубаю сейчас камеру поверну на машину на машину как раз выкручу потом включу на ночь на 8 часов блять надо завтра посмотреть в этой газели надо вообще телефоны взять вот этих двух грузовичков они постоянно стоят вот это Вольво это постоянники вот и газели вот это вот вот это и вот это один хозяин их телефоны надо взять все равно смотри что тут было что он тут делал что он тут делал подсал что ли блять а ну все я же говорю блять что тут под солярку нахуй сливал точно там пусто все и похер да ему вот на эти знаки блять получается ладно запись сохраним ну этому записку надо написать ну сучонок блять это мутная машина салют 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 я и прожектор ему включил и все нахуй по машину видно в принципе в принципе слил солярку может там и не было солярки у него крышка здесь таксист отработался сейчас должен еще где-то второй ну это я не знаю кто это эта женщина подъехала ну супруги короче на volkswagen полах вот работают блин ну сколько они они уехали сегодня где-то в одиннадцать наверное да сейчас приехали пол двенадцатого ночи опять какая-то тема подозрительная подъехал включил на аварийке стоит еще еще у меня есть вот такой фонарь здесь я его врубаю да например сейчас направляю вот стекло грязное сейчас вот так направляю не вижу гулять не видно не видно странно вот 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 люди идут могу направить но все равно слабо он светит что-то странный какой-то чел тут ходит то есть то ли он ждет этого фиата а вот и то ли он фотографирует эту машину я же ему под дворник засунул бумажку сюда вот он я фотографирую эту бумажку вот это митсубиси вот этого который фиат грузовой я там номер телефона свой оставил чтобы всякий случай его предупреждать если что-то где-то ночью происходит а этот вот сейчас ходит вокруг нее и фотографирует ее то ли ему сейчас отправил подождем что будет ладно надо что-то готовить достал кусок мяса разморозил посмотрите здесь все углы пока солнышко отдыхает он задел тушеную подружку с мясом пускай еще тушится вот помните да митсубиси разукрашенная сбила ребенка да и потом как бы мамашка с ребенком убежали а он уехал вот примерно такая же ситуация и что бы ему грозит машина к ребенку также к нему подбегают пешеходы спустя некоторое время мальчик убегает а водитель просто уезжает на водителя составили протокол за оставление места ДТП ему грозит арест на 15 суток или лишение прав сроком до полутора лет в и Продолжение следует...